Влад Кузнецов 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 Мои профессиональные годы Вот здесь очень важно, чтобы блоки стояли на уровне плеча Многие делают вот так, это неверно Все должно быть симметрично, красиво и ровно Следите за дыханием Теперь плечевой пояс хорошо размят Кровь бурулит, энергия поднимается Мы начинаем потеть, это отлично Теперь ножки немножко шире Идем на нижнюю часть туловища Круговые движения вправо Я обычно делаю раз в 8 Помогает мне с моей поясницей Назад И так далее Теперь ножки ровно Особенно очень важно при выполнении упражнений на ноги Размят очень хорошо коленочки Делают 12 круговых движений Полных круговых движений Или не так, как большие коллеги делают вот так Это значит у них солевые отложения Связки не смажены Следите, чтобы круговое движение было полное Сначала это дискомфортно, но через определенное количество времени Вы сами удивитесь, как вы станете гибким и пластичным, но в обратную сторону Хорошо, а теперь немножко потянемся К левой ножке Две секунды В середину Направо Ну и кисти Поскольку мы будем выполнять жим лежа Необходимо размять немножко Ну и делаем шею И теперь мы готовы для выполнения основных упражнений Итак, начинаем Одно из базовых упражнений для груди, которые я выполняю и выполняют все остальные Это жим лежа на горизонтальной лавочке Я вам советую приобрести перчатки, дабы избежать от образования мозоли, которые при частой работе будут весьма дискомфортны, неудобны при выполнении упражнений Поэтому я одеваю перчаточки И разминаюсь обычным грифом Он обычно весит 20 килограмм Это олимпийский гриф Советую сразу за весами не гоняться Первый подход самый важный, поэтому надо размяться очень хорошо Руки обычно ставлю широко, но не максимально Здесь есть такие обозначительные линии Где в сущности и надо ставить ваши руки Обратите внимание, когда вы делаете жим лежа, выполняете, ваши локти должны уходить вертикально вниз Никогда не выпрямляйте локти прямо, вот так, ибо это изнашивает ваши суставы Я люблю делать пампинг Американское такое слово, пампинг, накачка Первый подход можно сделать 20-25 повторений Гриф легкий, это не составит большого труда Но тем самым накачивает ваши мышцы, разминает, разогревает суставы Следите за правильностью выполнения поднятия грифа Кстати, скажу вам один небольшой секрет Я всегда делаю ноги, приподнимаю их в коленях и сгибаю Это помогает мне сбалансировать мое тело и расслабить поясницу У меня была травма много лет назад У многих она есть, практически у каждого второго-третьего человека Это межпозвонковые грыжи У меня она величиной с 9 мм Нужно было оперировать, я отказался от этого и вылечился самостоятельно Что может сделать каждый, кстати И вот это один из способов изолировать нагрузку на поясницу Потом вы отдыхаете Обычно я советую отдыхать тем людям, у которых стремятся сбросить лишний вес Ну не более 1 минуты, 30 секунд еще лучше Если вы хорошо тренированы, вы занимались аэробикой Это не составит большого труда для вас Ну а дальше мы выполняем 4 подхода По 14-18 повторений Я не советую делать меньше Ибо вы не прокачаете свою грудь так, как вам бы хотелось Не стремитесь за большими весами Я обычно беру 5 кг И делаю второй подход И так я делаю 4 подхода Но я профессиональный спортсмен Поэтому веса у меня обычно увеличиваются до максимального Вам же я советую оставаться в пределах средних весов Упражнение номер 2 Это жим лежа под углом 45 градусов Я обычно люблю выполнять на смит машине Но можно выполнять на обычном базовом станке Не имеет большой разницы Сейчас у меня сразу большой вес Но мы понимаем, что первый подход должен быть с минимальным весом Дабы размять хорошо верхний пучок груди И также переднюю дельту Что очень важно, потому что передняя дельта очень чувствительна И очень легко травмировать Итак, выполняем 4 подхода Первый подход легкий Три подхода с увеличением веса Но не делаем максимальный Оставайтесь при среднем весе 14-16 повторений Следите за руками Ручки делаем Угол руки должен быть чуть больше 90 градусов Если вы делаете так Это безобразное выполнение И дельты рано или поздно скажут о себе Будет травма Потом вы будете очень долго лечиться Так чуть пошли не расставили И подняли Вдох, выдох Можно опускать локти глубоко Тем самым очень хорошо растягивает мышцы груди Итак, 14-16 повторений Финальное упражнение для груди Я обычно люблю делать на лавочке Это сводка с гантелями Гантели подбирайте небольшого веса Ну, средний вес, как я всегда говорил Не гоните за максимальным весом Как говорил один великий бодибилдер Следите за формой тела А сила придет сама Делаем нейтральное положение Небольшой угол Здесь тоже немножко приподнимем Чтобы не скользить по лавочке Очень важно Поднимать гантели технически правильно Что я имею ввиду Через бицепс вот так А не так, как делают многие другие Вот так, как угодно Падают Вот так поднимают Это все чревато серьезными травмами От которых вы потом будете очень долгое время лечиться Итак, взяли гантели Ставим их на бедра Аккуратно опускаемся Потом поднимаем Ставим кисти параллельно Друг к дружке Сделаем глубокое опускание И сведение Следите за дыханием Вдох и выдох При напряжении Локти втыкаются Как будто втыкаются в пол Вертикально Также правильно опускаем Через бицепс Также правильно расслабляем Это одно из финальных упражнений Вы очень хорошо прокачаете свою грудь Это упражнение также выполняем Четыре подхода По 14-16 повторений И отдых желательно сокращать 30 секунд 60 секунд максимум Если погода классная То можно выйти в парк И выполнить те же упражнения Которые вы делали в зале На траве Первое упражнение, если вы помните Было жим лежа на горизонтальной скамье со штамбой Так вот, его можно заменить простыми отжиманиями Я люблю выполнять их широким хватом Для более широкого развития груди И узким Для прокачки внутренней части груди Я сейчас покажу вам, как это делается Я нашел тут камешек такой Очистил его от грязи Под небольшим наклоном Но это ничего страшного Вы можете также отжиматься На прямой горизонтальной плоскости Но я предпочел камень Итак, берем Ну, скажем, ширину плеч Хват ширину плеч Ножки ровненько Держите торс Ровно Не выпячивая зад И не прогибаясь Позвоночник должен быть В статическом прямом положении Продольные мышцы спины Выпрямляют ваш позвоночник И помогают Излечиваться от межпозвонковых грыж Итак, поехали Опускаемся глубоко Почти до конца Выполняйте интенсивнее С каждым разом У каждого существует Различный вес тела Поэтому кому-то тяжелее Кому-то легче Мне очень легко Я могу сделать 75 Повторение Но вам нужно сделать 14-16 Встали Отдохнули Используйте дерево Растените сразу ладошкой Вот так Чтобы Рука была Симметрична плечу Растягивайте Грудную мышцу Вот так Спину можно не снимать Вот так А теперь сразу Покажу Как я прокачиваю Мудричную часть То же самое На лучке делаем В положении уста Вот так Локти Некоторые делают Стороны Абсолютно неправильно Вы травмируете свои локти Убирайте Доль тела Вот так Прекрасное упражнение Прекрасная накачка груди 14-16 Повторение Этот эспандер Продается за смешные деньги Практически в любой аптеке И так я попробую Использовать его Для прокачки верхней груди Я покажу вам Как это делается Возьмем Отхватим Немножко пониже Чтобы был угол Натяжения Повернемся Здесь я сделал Такие петли Можно просто брать Вот так Кувак Не имеет значения И помните Как мы делали В зале Углом 45 градусов Раз у нас лавочки нет Я делаю Просто-напросто Натяжение По 45 градусов Наверное Соблюдая направление Рук Выдох Выдох Если ваш эспандер Порвется Ничего страшного Приобретите новость И так 14-16 повторений Несмотря на то Что эспандер очень легкий Но даже на мои большие Влезли Он очень хорошо влияет После этого упражнения Также необходимо Растягиваться Рука должна быть На уровне ключа Не внизу Не вверху А только на уровне плеча Тем самым Вы правильно Растяните Верхний пючок Верхний пючок Верхний пючок Вверхний пючок Полуразворот Чуть-чуть Не надо Сильно Усер И третье упражнение На грудь Я также использую эспандер Также использую Подругу мою березоньку Но сейчас уже эспандер Будет практически На уровне Моей поясницы Если вы помните В зале я делал Упражнение с гантелями А здесь я буду Делать его с эспандером Левую ножку Можно выдвинуть Немножко вперед И перенести На нее Вес тела Не сутультись Грудь вперед Делаем 14-16 повторений Все красиво Сбалансировано Вдох Выдох Итак 14-16 повторений Итак я показал вам Как использовать эспандер На природе Для работы на грудь Но не забывайте Что все упражнения Нужно выполнять По 4 подхода 14-16 повторений Редактор субтитров А.Семкин